Итак, друзья, как же получить налоговый вычет за покупку недвижимости? Первое, с чего мы начнем, это, конечно, нам нужен сайт налоговый. То есть мы заходим на сайт налоговый, проваливаемся в личный кабинет, вводим логин и пароль. Друзья мои, если у вас нет логина и пароль, тогда вам нужно с паспортом поехать в налоговый. Для того, чтобы получить налоговый вычет, мы с вами должны работать, мы должны с вами платить НДФЛ. Сначала заполнить декларацию 3 НДФЛ, а именно в этой декларации заявить о вычете, потому что по-другому никак сделать нельзя. Выбираем налоговая декларация физических лиц 3 НДФЛ и поехали. Налоговый орган у нас по умолчанию по месту регистрации стоит год, выбираем 21, но мы в прошлом году купили. Вы впервые подаете декларацию? Да. Налоговый резидент? Да. Поехали дальше. Теперь нам нужно заявить, друзья мои, о выплатах наших, вернее не о выплатах, а добавить источник дохода. То есть какой он источником дохода у нас как раз и будет с вами справка 2 НДФЛ. То есть предварительно мы берем справку 2 НДФЛ за весь тот год. И мы ее и будем заявлять в качестве источника дохода. Добавляем кнопочку источник дохода. И у нас появился первый источник наименования. То есть нам из этой справочки нужно название скопировать и вставить вот сюда. Нам нужно и НН, и КПП. И НН и КПП. И еще код. Вот он самый первый у нас. Все эти данные есть в вашей 2 НДФЛ справки. У нас код зарплата и по нему начислено 590 тысяч рублей. Понятно, как я посчитал? То есть я взял вот эти вот коды, вот эту сумму и сложил их все вместе. То есть у меня видите тут 13 выплат, из них одни только отпускные. То есть из 620 тысяч 30 соответственно это отпускные. Значит 590 тысяч здесь у нас должно быть. Код дохода выбираем. Заработная плата. Здесь 590 тысяч рублей. Отлично. Значит добавить еще доход. То есть у нас еще один доход. Сумма отпускных выплат. Вот сколько у нас там была. Возвращаемся сюда. Вот она смотрите. 30 тысяч рублей. Так. Сумма отпускных выплат 30 тысяч рублей. И проверяем. Сумма дохода 620. Сумма облагаемого дохода 620. Смотрим на нашу справку. 620-620. Сумма налога удержанная 80 тысяч 600 рублей. Так. Вот здесь пишем 80 тысяч 600 рублей. Вот так. 80 тысяч 600 рублей. Это то, что мы налог уже заплатили. 50 тысяч рублей заработной платы. Из них 13% у нас уходит на НДФЛ. В общем-то мы вот за год, получается, заплатили 80 тысяч 600 рублей. Вот эти деньги будем возвращать. Мы, значит, с вами добавили источник дохода. То есть наша зарплата. Если у вас несколько источников дохода. Например, где-то вы еще подрабатываете. Это все официально проходит. Друзья мои, там по трудовому договору то же самое. Все сюда заполняете. Значит, если вы что-то продали, какую-то прибыль получили, также можно сюда заполнить, потому что с этого можно будет извлечь. Ну, то есть опять добавляем источник дохода и погнали. Источник дохода может быть какой? То есть может быть индивидуальный предприниматель вам что-то заплатил, либо в какое-то физическое лицо, то есть код дохода. Ну, премия какая-то, отпускные, то есть дивиденды какие-то и так далее. То есть какая сумма, облагаемая налогом и так далее. То есть это все можно добавить сюда у нас. Удалим второй источник для легкого пользования, то есть берем нашу зарплату, двигаем далее. Итак, выбор вычетов. Друзья мои, имущественные налоговые вычеты, стандартные налоговые вычеты, социальные, инвестиционные налоговые вычеты при переносе убытков. Нас интересует с вами имущественный налоговый вычет. Ставим галочку сюда. Теперь наша задача выбрать из списка объект. Давайте, например, вот этот выберем. Так, теперь признак налогоплательщика. Теперь смотрите. Теперь тут надо выбрать, кто вы есть. То есть вы собственник объекта, вы супруг или супруга. Если вы покупали в общую совместную собственность, например, без определения долей, тогда вы пишете «я собственник объекта». Если у вас несовершеннолетний какой-то ребенок, то вы, соответственно, выбираете из списка. Родительность совершеннолетнего ребенка – то же самое. Супруга собственника – то же самое. Сумма расходов на приобретение. То есть теперь здесь нужно понять, за какую стоимость вы этот объект покупали. Итак, за какую же стоимость мы его покупали? Ну, например, там, за 10 миллионов рублей, да? За 10 миллионов рублей мы его покупали. Уплаченные проценты по кредит. Сначала вам нужно забрать весь имущественный вычет, а только потом уже подавать на проценты по ипотеке. Значит, получается, итоговая сумма расходов – 10 миллионов рублей. Проценты, уплаченные по кредиту, мы не ставим. Остаток тоже не ставим. То есть мы здесь выбираем «я собственник» и сумму, за которую мы купили. Значит, обратите внимание, что у нас налоговый вычет всего может быть с 2 миллионов, и он уже подставился, да? Сумма имущественного вычета. Мы априори ничего не получали, вычет ни разу не делали, не будем это ничего заполнять, потому что мы ничего этого не делали. Дальше. Создать реквизиты личного счета. Теперь вам нужно здесь включить ваш номер счета. Ну, то есть… И вот, соответственно, наш номер счета, да? Нажимаем кнопочку «Далее». По итогам предварительного расчета, предносума к возврату 80 600 рублей. Друзья мои, обратите внимание. То есть получается, что банк нам рассчитал сумму возврата вот такую, 80 600 рублей. То есть ровно столько, сколько мы заплатили банку, ну не банку, а государству по 2 НДФЛ. Вот она рассчитана у нас с вами здесь. Есть. Соответственно, теперь ваша задача скачать обязательно эту декларацию. Нажимайте PDF-чику и, соответственно, скачивайте ее себе на почту, там, куда угодно, да? Вот он предлагает, куда скачать. Назовите ее «3 НДФЛ за 2021 год». Обязательно назовите ее, потому что потом, чтобы она у вас была, вы с ней не путались. Теперь, друзья мои, нужно прикрепить подтверждающие на это документы. Значит, прикрепить нам сюда нужно что? Справочку 2 НДФЛ. Вот это вот, да? Прикрепить сюда нужно договор приобретения объекта недвижимости. То есть это либо договор купли-продажи, все странички в PDF, либо в JPEG, ну в любом формате. Соответственно, сюда нужно подгрузить выписку из EGRN о том, что вы стали собственником этого объекта. Сюда же нужно подгрузить акт передачи квартиры, либо это новостройка, либо это вторичка. Давай сначала про вторичку, потом про новостройку. Платежные документы на покупку – это либо расписка, либо какой-то счет, либо аккредитив, да, что денежные средства переводились, либо выписка по счету. Ну и дополнительные документы – это как раз справка 2 НДФЛ, друзья мои. То есть это все нужно подгрузить обязательно сюда, в эту программу. Если мы говорим о том, что вы купили новостройку, то нам нужно ДДУ, только на собственность можно вычесть, получить. EGRN, что вы стали собственником, возможно даже, что вы в электронном виде стали, ничего страшного, ее тоже можно подгрузить. То есть акт передачи для новостройки и платежный документ, что вы оплачивали, ну и дополнительный документ, соответственно, справку 2 НДФЛ подгрузите. Дальше, друзья мои, вам нужно ввести пароль к сертификату электронной подписи. Что это значит? Это значит, что электронную подпись вы должны подписать. Я вам рекомендую хранить эту электронную подпись на сайте налоговой и знать от нее только пароль. Если что, эти сведения все можно отозвать. Нажимаете «Подтвердить» и «Отправить», и ваша налоговая декларация уходит на камеральную проверку. По закону 3 месяца они могут проверяться, денежные средства будут вам начислены в течение еще месяца после проверки. То есть, видите, ничего трудного нет. Для того, чтобы получить налоговый вычет, сначала нужно подать документ 3 НДФЛ, налоговую декларацию. Указать нам доход в виде зарплаты, которую мы получили, выбрать нужный нам вычет и получить этот вычет. Если вы в браке муж и жена, то делаете одновременно и муж, и жена это. И причем один муж, например, может заплатить весь налог целиком за жену, а жена сдать нулевую декларацию. Ну, ее подать и налога не будет, указать, что муж это все делал. Связать, короче, их нужно будет вместе и все. Ну и после этого вы все отправляете и ждете, друзья мои. И вот здесь в сообщениях будете смотреть, когда ваша камеральная проверка пройдет и когда вам зачислят денежные средства. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok